Конечно, в первую очередь в поддержке министра спорта нуждаются наши легкоатлеты. Пропущенная Олимпиада влияет на их настроение. Сейчас в Сочи все они, в том числе и юниоры, находятся на тренировочных сборах. Павел Колобков ведет откровенный разговор со спортсменами. Говорит, опускать руки нельзя. Более того, обещает поработать в регионах, где отмечено снижение активности ребят в этом виде спорта. Ребята действительно сейчас. Видно, насколько им там тяжело. Потому что уже по сути год они не участвуют в международных соревнованиях. Но я хочу сказать, что при этом все тренируются, показывают хорошие результаты. И мы надеемся, что в ближайшее время спортсмены будут допускаться до международных соревнований. Но совсем другое настроение у тяжелоатлетов. Им даже мало квадратных метров в центре Югспорт. Старший тренер молодежной сборной Александр Венков говорит, неплохо, если бы зал был больше. Тогда здесь бы одновременно занимались сразу две сборные команды – женская и мужская. А мастер спорта международного класса сочинец Владислав Яркин рассказывает о созданной 6 лет назад в Сочи спортшколе по тяжелой атлетике. Правда, сейчас он все свое время отдает тренировкам младшего брата Вячеслава Яркина, который уже отметился серебром в Лумынии на первенстве Европы по тяжелой атлетике. Мы готовимся к чемпионату мира по юниорам, который будет проходить в Японии. Уже месяца через полтора команда поедет. Но надеемся привести только призовые места. Ну и неплохой тон задают вольники девушки-юниорки. Вольной борьбой многие из них занимаются по 5, 6 и 7 лет. Это спортсменки из Красноярска, Чебоксар, Чуваши, Дагестана, Краснодарского края. Через неделю они уже улетают в Турцию на соревнования. Настрой боевой. Готовимся мы на международный турнир в Турции. Там очень хороший турнир, хорошие составы с других стран. Мы думаем, что наберем. И этот старт поможет нам подготовиться в будущем к первенству Европы. Общением со спортсменами министр спорта в прошлом олимпийский чемпион по фехтованию остался доволен. Даже взял в руки ракетку, когда встречался с командой юниоров по настольному теннису. Всем спортсменам он пообещал развитие спортивной и восстановительной базы в Сочи. Оно будет продолжено, тем более, что интерес к спорту со стороны молодежи огромен. Гелена Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.